ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никаких других цветов не будем задействовать, чтобы не напутаться. Но тонально, то есть степенью темности, постараемся раздать. Степенью темности постараемся раздать. Хорошо? Давайте. И у нас разбелено. Добавишь чуть-чуть влаги. Для удобства. Белила, если что, поддавливаешь. Вот они всюду валяются. Там, где у нас очень разбелено. Добавила белилец, сделала более мягкую укладку. Вот такую плотную и более светлую. Хорошо? Вот такую. Вот такую. Здесь тоже чуть-чуть идею. Вертикали, плоскости. Там не только плоскости, но и самой ткани прозрачной. Потом взяла, чуть-чуть начала поднимать. Есть там такое настроение, да? Вот такое. Поднимать. Мастихинчиком можно создать узорчик этой тканечки и раствориться. Да? Сделай. Бутылочка. Тоже вот такая. Нет вообще сухомяточек. Сухомяточки превратить вот в это. Для этого мы и клали белила, чтобы потом мягко вот в такое превратить. То же самое от сухомятки осуществить мутное. Мутное, если что, с белилами взяла, как и здесь. Когда ты это все сделаешь, когда ты сделаешь эти тени мутные, в том числе и пальцы, у тебя будет возможность сухо белилами заходить внутрь и создавать вот такое звучание. Светозарно, да? Хорошо так светозарно укладывается. В том числе и даже идею сложных. Оно, да? То же самое и здесь. Каких-то сложных узорных проявлений тени. Ладно? Давай так. Маленький мастихин, как более проворный. И раздавленности. Смотри. Все, сразу ткань. Нас интересуют не замазюканности, а интересуют вот такие островочности. Итак, мы совершаем мягкое, дымчатое. Дымчатое совершаем. Мы вот эту синьку кричащую немножко подуспокоим. Подуспокоим. Вот этот дым создала, взяла, сухонько белила и начала создавать орнаментное звучание. И раздавливать. Все. Очень удобный способ. Еще взяла. Смотришь, какие там фигуры создает белый цвет. Вкусненько? Вполне. Бутылочка. Теперь приобретет немного коричневого цвета. И зазеленится. Зазеленится бутылочкой. Кстати, обратите внимание, что здесь светлее. И без этих полос. Дым. Правда? Чистый дым. Значит, еще белил. И все-таки высветлить. Создать дымчатое состояние. Вот такое. Есть там, да? Дымок такой. Вот такой дым. Который. Можно даже придавить этот дым чуть-чуть. Чтобы белила, которые лягут сверху, легли легко. Понятно, что пируэты такие рукой сразу не согласятся происходить. Ну, глядишь, немножко и согласятся. Значит, до дыма довела. Здесь довела до вертикального дыма. Если что, тоже добавила белилец. Вот в эту щель зашла. Более геометрично, да? Более геометрично. Девайкер. Смотри, там есть еще и пятна. Цельный. Цельные белые пятна. В том числе, можно делать вот так. Прикольно. Итак, цельные белые пятна от края. Более мощно. Легкие. Да? Так. Здесь тоже чуть-чуть совершить эффект заслоненного. Смотри, заслоненного, да? Когда белый заслонил темный. Мало того, появляется густота краски. А масло, масляная живопись, любит густоту. Любит, чтоб на ней были проявления густоты. На картине. Появляется вот такое мутноватое, да? Здесь появляется плоскость, на которой все это стоит. Смотри. Раз. И стало. Свет из-под теневой кувшина. Есть там такое, да? Свет на светлой части кувшины. Бутылки. Белизна в самой бутылке. Можно даже чуть-чуть бирюзы подложить. Такой цвет стекла получается. Голубой, коричневый. Коричневый и голубой. Уже не синий, как мы здесь используем, а голубой с коричневым. Вот они ноги. Вот они. Прикольно? Голубой с коричневым мастихином. Вот она темнота. Этого центра. Смотри. Заусенится. Или даже ногтем пальца. Это прикольно? Кисть не даст такой легкости исполнения. Такой природности. Поэтому мы пока работаем в этом вопросе пальцами. Или пристойники там какие-то. Легкие. 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 Можно намек на горлышко. А то там его нет. И это немножко раздражает. Блечочечек тоже. Темнотичек. Бутылка из-под молока. Древняя. Соксовковая. Идем. Смотри. Как взял. И отчикал. Потом будешь брать розовенький. С белинцами. Сначала где-то здесь начнешь. В неопасном месте. Там все места уже опасные. Потренируешься. Потренируешь их сначала вот здесь. В том числе смотри. Вот так вот разгребая. И укладывая в разгребанное место. лепестоники. Ладно. Вот так. Ну а потом дальше пойдешь. Что-нибудь сбрить из того, что я положил. Если что, сбрила, попробовала. Сбрила, попробовала. Не будет красиво другим инструментам. Не будет красиво вот этим. Смотри. Вот они. Вот они лепестоники. Ты согласна? Чем вот эти вот густая краска. Вот они. Вот они. Значит, на пальчик перешла. Я не могу пустить дальше, потому что ты обхитрила. Пальчикам. Ну, не надо. Не надо другим. Вот этот. Вот он модельер. Вот этот пальчик модельер. А этот указатель. Ладно? Все. Теперь и сюда можно сходить. И деликатненько. И деликатненько. Заусеницей пальца. Заусеницей. Ладно? Не одинаково. Вот, вот, ты сделала все одинаково. Одинаково. Ну, чуть-чуть не одинаково. Смотри. Что-то более прозрачно. Что-то менее звучит. Согласна? Вот эту вот идею разногу немножко поберечь. У них там еще на попках есть вот эти зелененькие. Там еще и белая цветка. Так. Есть какие-то с закрутеликами странными. и они тоже можно с закрутеликом делать странным. То есть, какие-то с закруткой. Так. У нас появится кисточка вот такого размера. Вот такого размера. Которая тоже будет раздавать там, где тонко. Которая будет раздавать там, где тонко. мазочки вот такого характера. Смотри. Кладу прицельно. Толкаю. Кладу. Вижу, что у меня кончик широкий. И стягиваю. Отпуская кисть, стягиваю. Некоторые листочки будут с коричневым для темности. Такой немножко кровавенький цвет. В основном идем от края к середине. Хорошо? Значит, плюс кисточка. Здесь не трогал больше ничего, что ли? Ага, донышко. Донышко не стало на плоскость. Не не хватило ему ни тональной ноги ни идеи рисунка не хватило. Ну-ка, посмотри на картиночку внимательно. Есть там такое? Дно тоже подверглось освещенности. Да? Здесь сейчас, смотри. А предмет, который стоит на плоскости, от него еще и тень подвергла. На эту плоскость. В данном случае свет оттуда идет, и тень метнулась в эту сторону. А свет, который оттуда идет, расположился, подрезая бутылку здесь. А потом окончательная темнота и уточненная от касания. Вот такая может быть. Вот такая. То есть даже щель вот эта вот между плоскостью и бутылкой. И вот она приземляется, да, к бутылочке. здесь у нас нет уже никакого орнамента. Есть идея перегородки. то есть самой деревяхи. А это все выше, да. И рисуночек желательно сделать покрупнее. желательно с каким-то ритмом сделать, чтобы ритм вот этих закругленностей произошел. Хорошо? Есть там какие-то закругленности. Вот их ритм чуть-чуть обозначить. Ну, опять вернешь и сделаешь. Хорошо? Так, цветочки делаешь. чтобы оно так не кричало фактурой, я их, смотри, попридавлю вам, да? Здесь плоскость пошла вниз. Плоскость пошла вниз. Желательно показать идею пошедшей вниз плоскости. Вот таким действием. Вот таким. Хорошо? Вот так вот. Штришоник вниз. Ну чуть светлее. Ну и чтобы закрасить вещество хотя бы взять. Чтобы закрасить. Потому что самый белый у нас здесь на плоскости. Вот здесь. Он освещен. Гориент, пособь освещен, поэтому бел весьма. Ладно? И тоже кистью уложишь коричнево-красный в основном лепестами. Какие-то лепесточки даже перегнутся сюда за плоскость. Ладно? Ну вот просто хотя бы обозначить, что они и за плоскость тоже устремились. Причем от цветочка можно тенечку бросить на плоскость так же как и от бутылки. Согласна, да? И он сразу проземлился. Вот в этом месте он сразу проземлился. Ну давай, сейчас уже деликатненько вот эти штуковинки. Пальцем не сделала ни одной ниточки, да? Сделала. Вот эту, да? Нет, еще сделала. Ну нормально. не